Добрый день, девочки и мальчики. Мы с вами собрались читать на иврите. В пятницу мы с вами читаем школьный учебник. Этот учебник, целый комплект из трех штук с упражнениями для отработки, понимания, развития речи и чтения с вопросами, ответами, которые мы будем с вами разбирать. Сегодня еще мы читаем учебник номер один, учебник Алиф, и у нас с вами пятое занятие. Программа называется «Эвантиет Акета», книга Алиф называется «Кацар в Колеа», и сегодня тема урока «Сипурим». Мы на 55-й до 60-й странице. Сколько успеваем, столько читаем. И это наш сегодняшний план. Сипурим. Раздел в учебнике. Пожалуйста, Эстер. Слово «Сипурим» я не думаю, что мы будем читать несколько раз подряд. Мы читаем название первого рассказа. Мэ-Ша-Амэм. Мэ-Ша-Амэм. Встречалось ли тебе такое слово, Эстер, как бы ты его нам объяснила? Мэ-Ша-Амэм. Как ты думаешь, что это такое? Когда-нибудь слышала в таком вот разговорном виде? Ой, Мэ-Ша-Амэм-ли. Дети обычно приходят к маме и говорят. Има-Мэ-Ля-Асот Мэ-Ша-Амэм-ли. Скучно мне. Нечем себя занять, и дети не знают, чем же им развлечь себя. Вот такое это слово. Потом мы, может быть, посмотрим еще какие-нибудь его значения. Но в данный момент мы будем на него опираться. Пожалуйста, читай первое предложение. Кама Мэ-Ша-Амэм-ли-Сахэк-тамид-Ле-Яд-Байт. Ле-Яд-А-Байт. Кама Зэ Мэ-Ша-Амэм-ли-Сахэк-тамид-Рак-Ле-Яд-А-Байт. Ше-Йладдим-Мэ-Сахаким-А-Ле-Яд-Байт-Хэм-Хошвім-Шэ-Зэ Мэ-Ша-Амэм. Еще одно предложение, пожалуйста. Здесь у нас употреблен глагол Лена Мэс. Также говорят, например, про мороженое, которое растаяло. То есть вот уже у нее, у этой бедненькой роти, нет совсем терпения. Оно совсем растаяло. Теперь, пожалуйста, Матвей. И Гаю тоже очень-очень уже скучно. Дальше, пожалуйста, Матвей. Как ты думаешь, Матвей, что же это у нас за участник такой, который говорит Ау-Ау-Вэ-Навах-Оз-Бэ-Аскама? Аскама мы оставим, прочитаем только первые два слова. Можно догадаться, кто это такой Озз? Ну, наверное, Сова. Кто, наверное? Сова, может быть. Смотри, Навах – это гавкать. А Ау-Ау, как мне сказал один раз мой внук, бабушка по-русски, собачка гав-гав гавкает. А на иврите Ау-Ау. Смешно, правда? Но это вот так воспринимает ухо ивритоговорящих людей лай собаки. Это же мы просто своими словами произносим и своими звуками изображаем. Каждый может услышать что-то свое. Итак, у нас есть собачка по имени Оз. Она пролаяла Ау-Ау, как будто бы она Аскама. Что это Аскама, Матвей? Не знаю. Анимаскима. Что я тебе сказала? Анимаскима. Я согласна. А, Даниил, ты хотел нам подсказать, да? Скажи, если ты знаешь это слово, пожалуйста. Это согласие? Согласие, да. То есть, как бы, и опять же, как мы слышим лай какого-то вот собачки, например, и передаем его своими какими-то словами, человеческим голосом, так же и мы думаем, что как будто бы эта собачка согласилась. На самом деле она не сказала, да, и мне тоже надоело. Но когда она так пролаяла, тоже грустно. Видимо, дети подумали, что она тоже в согласии. С согласием это все. Маскима тоже она согласна с этим. Итак, спасибо, Даниил. Очень правильно. Записывайте себе, кто не знает каких-то слов. Мышамэм, например. Нимас или Аскама. Аскама и Баскома с согласием, как бы, да. И теперь мы читаем строчку номер пять. Обратите внимание, что строчки пронумерованы. Здесь стоит единица, а здесь пятерка. Значит, вот это вторая, третья и четвертая. И мы теперь читаем пятую строчку. Ее читает Ника. А не йоце литфос. Литфос. Литфос кадур. На ва. О. Батвей, ты хотела что-то спросить. Поднял руку. А, его, наверное, выкинула. Можно я его приму, хорошо? Его, наверное, вытянула из зала. Итак. А не йоце литфос кадур на вах Оз. То есть продолжает что-то говорить нам собачка, которую зовут Оз. И эта собачка собирается что-то делать. И для этого она выходит. И мы видим, что этот глагол в настоящем времени. И перевести можно так. Я выхожу, чтобы, наверное, поймать или схватить мяч кадур. Правильно? Вот смотрите, нарисована собачка, рядом с ней мячик. Так, теперь, пожалуйста, следующее предложение Влад прочитает. Нет, есть, смотри, буква Г, значит, ша-ля. Ша-ля. Шо-чи. О-эйн. Ли-щем. Шум. Шум. Ша-а. Район. Район. Хорошо, ты дочитал до точки. И мы с вами еще раз читаем это предложение. Так как собачка придумала, что ей делать, чтобы развлечься, чтобы ей было не скучно, она пролаяла, сказала, как будто бы, я выхожу, чтобы схватить мячик. А девочка в это время... Ва-ни-симан-шэ-ла-шэ-ла-рути. Эйн-ли-шум-район. А что же я, спросила Рути? У меня нет никакого, никакой идеи. Матвей, пожалуйста, что ты хочешь спросить? Извините, а я сейчас зайду с компьютера. Можете, пожалуйста, уйти на конференцию? Так. Что можно, пожалуйста? Извини, я не очень... Уйти на конференцию. А, конечно, конечно. Что же делать? Кому нужно идти, пожалуйста? Да. Давайте читать, да. Итак. Теперь девочка думает, что же ей делать? Посмотрите, вот она сидит на стульчике, и у нее нет никакой идеи. Вот скучно, это она знает. А что делать? Нет. Теперь, пожалуйста, Даниил. Что-то какие-то опоздавшие люди. Я даже не знаю, может быть, посмотреть на них. Да, да, да. Как, Даниил? Посмотри, мы еще вот эту не прочитали строчку. А. Гай. 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 Дальше. Уже закончим с тобой. Ги адайн. Гешевет. Вэхошевет. Вэхошевет. Отлично, Даниил. Замечательный ты читатель. Поясним детям некоторые моменты. Может быть, не все знают, знакомы со словами. Мы знаем, что Гай – это имя. Имя мальчика. Вот он, этот мальчик. У яца Алькоркинет. Коркинет. Вот этот вот приборчик такой, что два у него колесика и длинная палочка с рулем. Называется Коркинет. По-русски тоже у него есть какое-то название, да? Это не обязательно нам переводить. Но мы просто должны знать, что же это такое у него в руках. Самокат. Это когда самокат, правильно. Итак, Гай вышел. Яца Алькоркинет шило. На своем самокате. Оз, собачка. Что Оз стал делать? Эхэль. Начал. Начал. Лирдов – это преследовать его. То есть бежать следом. А, догонять. Лирдов. Ага. Ахарей. Акадур. Адом. Посмотрите, вот красный. То есть мальчик поехал на самокате. Собачка начала бежать следом за красным мячиком. В эруте. Симан шила. И адайн. Йошевет. Вехошевет. Она так и сидит себе на стульчике. И о чем-то думает. Спасибо, Даниэль. Очень хорошо. И мы сейчас переходим уже к некоторым вопросам и заданиям, которые есть по этой маленькой-маленькой, маленькому рассказику. Пожалуйста, Илья, прочитай вопрос. Ми-хэн-а-д-ми-от. Дмут. Посмотрите, вот есть Дмут. Дмут. Какая длинненькая цепочка из точек. Дмут. Дмут. Бэ-си-пур. Бэ-си-пур. Симан шила. Посмотрите, я вам специально из словаря выписала, что обозначает слово Дмут. Дмут. Персонаж, герой рассказа. То есть те действующие лица, которые есть в рассказе. Например, там есть живые существа всякие. Кто? Как ты думаешь? Ми-хэн-а-думу-йот-баси-пур. Какие герои есть в рассказе, действующие лица? О ком нам рассказывают, Илья? Можешь примерно сказать? Вспомним, кто у нас есть тут. Посмотрите, даже на рисунке. Кто есть? Ну, собака. Собачка. Девочка. И мальчик. И мальчик. Вот про них рассказано, правда? Они что-то делают. Кто-то двигается, кто-то сидит, кто-то говорит, кто-то бегает. Правда? Вот они и есть Дмут. То есть герои, персонажи рассказа. О них тут нам рассказывают какую-то историю. Теперь. Ой, почему же я читаю? Эстер, пожалуйста, ты. Номер вопрос номер два. Я прошу прощения, Яна. Да, к нам же присоединился еще один Матвей. Можно ли тоже? Да, да, да. Хорошо. Раз есть еще один Матвей. Матвей, хочешь прочитать один вопрос? Да. Пожалуйста, ты читаешь. Как раз Илья прочитал. И ты можешь прочитать под номером два вопроса. Ма, айта, аба, ая, басипур. Басипур. Сам Сипур ты не слышал, поэтому отвечать на него не нужно на вопрос. Нам нужно только его перевести. Переведем с тобой вместе. Хорошо? Какая проблема была в рассказе? В рассказе. Да, ребята, те, которые читали и слушали рассказ, скажите мне, что же за проблема была у наших героев, у наших этих Дмуйот, Эцель, Дмуйот. Ма, ая, ба, ая. Ма, айта, извините. Ба, ая. Ма, ая, басипур. Кто может сказать? Даниил, ты можешь сказать? Посмотрите, что же самое главное? Детям было скучно, правда? Вот это была проблема, нет? Они не знали, что делать, как вы думаете? Вот про это рассказ, правда? Да. Да? А потом они начали что-то искать, кто-то нашел какое-нибудь занятие себе, а кто-то нет, правда? Кто-то сидел на столе и просто думал. Да, и ничего не делал. Так вот. Итак, теперь мы читаем третий. Спасибо, Матвей. Очень хорошо прочитано и переведено. Хочешь прочитать еще один вопрос? Матвей меня не слышит. Эстер, пожалуйста, ты. Нет, 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 тут. Тут? Хорошо. Прочитывай вопрос. Готово ли я, отколь мишпад, ле-ми, ху, мат-им, ру-ти, гай-ня, гай-без-а-в-оз. То есть, ешь лану, шлоша дмует, шалош дмует. Ру-ти, гай-оз. Ле-ми, мат-им, мишпад, ше ешь арба, мишпад-им, вы ле-ми, зе мат-им. А нахнут рихим лихтов шем, ше мат-им, ле ситуация. И теперь мы с эстер, спасибо. То есть, нам нужно написать, помните, китву, ле-яд, коле-ми, шпад. Напишите возле каждого предложения ле-ми у мат-им. Кому подходит это предложение? Эстер, читай первое предложение. Не забудь открыть микрофон, эстер. Так, эстер не слышит меня. И Матвей, попробуй ты. Подождите, у меня просто что-то не включался микрофон. Не включался микрофон, хорошо. Теперь тогда начинай, эстер. Ты два предложения, и Матвей два предложения, хорошо? Кто сказал, что ой, надоело мне? Помнишь, кто? Тут надо написать имя. Мы не будем сейчас терять время, чтобы возвращаться. Но просто, например, вы там найдем строчку, что Рут сказала, мне надоело. И Гай сказал, что он не надоел. Собачка тоже вроде согласилась, но она сказала немножко другую фразу. Поэтому здесь, если вы сами будете выполнять задание, надо написать, я думаю, два имени. Пожалуйста, второе предложение, Рут, прочитай. Кто ехал или катался на своем самокате? Кто? Гай. 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 Отлично. Матвей, ты читаешь второе. Следующее предложение, Гимель. Дарав, ахарей, кадур, адом. Только Радав. А, Радав. Радав, ахарей, кадур, адом. Ми. Радав, ахарей, кадур, адом. Как ты думаешь ответить здесь? Вроде бы это был Гай. Был собачка, да? Потому что собачка бегала за этим красным. Оз. Ладно, дальше. Мец, мац, у, пиццарон, ле, бэй, я, бэй, я, да? Мы последнее слово расставим сейчас на кусочки. Бэй, я, бэй, я внутри. Потом ле, бэй, я, вэ, этхэм. Чья это была проблема? Мац, у, пиццарон, ле, бэй, я, там. Их проблема... Кто нашёл решение своей проблемы, а кто нет? Скажи, пожалуйста, Матвей. Нашёл, вроде бы... Ну, нашла, точнее, Рути. И не нашла Гай. Точнее, не нашла. Гай это мальчик. И он что сделал? Он поехал на картинет. Оз, это собачка. И что он сделал? Он стал бегать за мячиком. А Рути, хоть она и была очень... И была скучна. Но она и ле... Ле, ая, ле, район. Что делать? Она осталась сидеть. Мац, у, петрон, ле, бэй, я, тем. Кто нашёл? Нашёл мальчик и нашла собачка. А Рути своё... Не нашла, как же ей решить свою проблему. А проблема была в том, что ей скучно. Но так ей и осталось скучно. Она не нашла решения. Ника, пожалуйста, прочитай. Ма, аста, Рути. Ма, аста, Рути. Да. Что сделала Рути? Клюм. Клюм. Молодец. Очень хорошо. Да. Нишэрайэ, шээquiera, кесэдахон. Теперь, пожалуйста, Влад, ты читаешь. Пятый вопрос. Что же бы вы сделали вместо Рути? Что бы ты сделал, Влад, если бы ты скучал? Вот сидел бы на стульчике и скучал. Что бы ты сделал? Ты еще в телевизоре посмотрел. Ну, это не очень неправильно. Но если бы ты взял карандаши и стал рисовать, вот это было бы хорошо, правда? Ты любишь рисовать? Не, не люблю. Не любишь, а поэтому ты не захотел рисовать. Хорошо, Даниил, посмотри, пожалуйста, здесь есть такое какое-то большое упражнение. Прочитаем с тобой, что надо в нем сделать, а потом дальше будем разбираться. Смотри, если А заберем, А уберем, и напиши, и прочитаем только Эфех. Что это? Афух. Перевернутый. Перевернутый, то есть есть значение какое-то и есть перевернутое значение. То есть что это? Противоположное. Так вот, Афух это что-то противоположное. И нам нужно найти каждому слову противоположное слово по значению и что делать? Митху, каф и протянуть линию. Прочитаем первый столбик. Дальше. Смотрите, слово Лифамим это иногда, правда? Да. А какое ему противоположное слово? Иногда, всегда, томид. Томид. Вот это и нужно сделать, найти слово и протянуть к противоположному ответ. Данил, ты хочешь что-то спросить? У тебя написано, что рука поднята. Да, я хочу сделать это. Пожалуйста. Анта, если не ошибаюсь, это ответ. Да, ответила Анта, а противоположное? Шала. Шала, спросила. Отлично. Теперь Ерца. Вышел, нехнас, это зашел. Отлично. И осталось? Мэниен, интересный. Ага. А это? Мэшамэм, скучный. Скучный. Лифамин, иногда, томид, всегда. Отлично. Итак, мы сделали даже настоящее упражнение. У нас второй сипур сегодня. Этот сипурчик, по-моему, немножечко подлиннее. И мы читать начинаем его с Матвеем. Ой, Илья, Илья. Извини, чуть не пропустила. Даже Даниил отвечал. Угу, пожалуйста, Илья, название. Шло-ша-я-да-я-ди-ди-дим. Только не я, а как ещё раз попробуй первый слог. Е-ди-дим. Е-ди-дим. Кто такой я-дид? Я-дид это хавер. Друг. Друг. Е-ди-дим хаверим. Друзья. Шло-ша. Сколько их? Шло-ша. Три друга. Е-ди-дим. Три друга. Отлично. Теперь, пожалуйста, второй Матвей читает предложение. Тут тоже, посмотрите, есть нумерация. Есть количество этих предложений. Один, два, три, четыре, пять. Пожалуйста. Даниил, ты опять поднял руку? Что-то хотел спросить? А вот этот вот, где вот это один, пять, десять, называется параграф, а на еврейском это саиф. А, саиф. Ты думаешь параграф, а я думаю, что это шура, не спарший шура. Как ты думаешь? Более точно? Ну вот здесь я в словаре перевёл то, что это саиф. Саиф. Хорошо, пусть будет саиф, однако же саиф – это параграф, то есть это целый большой кусок текста. А у нас здесь пронумерована каждая строчка. Один, два, три, четыре, пять. Посмотри, всего одно слово на четвёртой строчке. Это не может быть параграф. Саиф. Саиф – это параграф, да. А это миспар шэль шура, шура решона, шура шмия и шура хамишит. Да? Это по очереди одна, первая, вторая, третья строчка. Ну, то, что ты нашёл перевод слова саиф – это очень хорошо, это очень правильно. Дети тоже это заметят, запомнят. Но это когда у нас будет, например, целая книжка, которая будет состоять из глав, глава первая, пять страниц, глава вторая, три страницы. Так вот это вот главы, это будут саиф называться. Это будут как бы параграфы или главы. Это вот будет тогда примерно так. А теперь мы с Матвеем читаем просто первую строчку до двоеточия. Пожалуйста, Матвей. Матвей номер два. Матвей номер два. Летийюль. Летийюль – это глагол «гулять», а летийюль – на прогулку. Я цу летийюль шло ша. Я дедим ктаним двора пар пар вехатуль. Дальше. Двора пар пар вехатуль. Вехатуль, ага. Я дедим ктаним двора пар пар вехатуль. Все знают, кто это. И кроме тут, тут написано. Смотрите. Очень хорошо. Матвей, мы не будем их переводить, это предложение. Правда? Все поняли? Или кого-нибудь есть вопрос? Все поняли? Эстер, прочитай, пожалуйста, следующую строчку. Эм-ти-илю ван-имим вело и вхину, ки ананим, эхэлю вле и ткабец пашамайм. Эм-ти-илю. Вот это летоель. Это как раз и есть глагол. Тиюль – это существительное. Прогулка. А теперь хэм-ти-илю. Они гуляли. Ба-не-имим. На-им. То есть они так как-то приятненько гуляли. Вэлё и вхину и не распознали. Вот слово, глагол левхин – это, вы знаете, слово мифхан или бохэн. Это контрольная или контрольная работа или экзамен. То есть вас проверяют, знаете ли вы то, что выучили. Так вот тут вот у нас именно глагол, который имеет значение, не распознали, не узнали. Они не придали значение, что ананим эхэлю ле и ткабец пашамайм. Они не заметили. Да, пожалуйста, Даниил, что ты хотел сказать? А как отличить слово «тиюль» от «тиюлю»? Они же одинаково пишутся. Согласна с тобой. Но это нужно грамматику учить. Грамматику, которую вам дают. Ты в каком классе учишься? Гэй. Гэй. И до сих пор не знаешь, как различить слово, которое обозначает какой-то предмет, и слово, которое обозначает действие. Да? Ну, я только проехал в Израиль. А, тогда тебе, конечно, это простительно. И ты очень много знаешь для человека, который только приехал в Израиль. Дело в том, что есть специальные правила для образования существительных от глаголов, и надо уметь находить корень, и из корня уже мы определяем, что же у нас тут имеется. Но, кроме того, по смыслу предложения мы тоже можем определить, о чем речь идет, и догадаться не только по форме слова, но и по смыслу слов, которые вокруг. Сегодня у нас нет такой возможности, это нужно очень подробно разговаривать про корни, и про каждый из корней сделать пример, в какие глаголы он может превратиться, и в какие существительные. Поэтому я, конечно, очень хотела бы, чтобы ты сегодня у нас все понял, но пока просто принимай ту информацию, которая есть. Вот слово тиюль, посмотри, оно пишется буква, потом после нее ют, и потом буква, и буква ламет. А здесь гем тиюль, посмотри, здесь нет вав, к примеру, который звук у дают, нет этого, правда? Есть только буквы корня, которые мы можем распознать, и буквы, которые дают звуки для произношения. Буква вав в этом слове, где тиюль, стоит после буквы ламет, и она является окончанием глагола, которое говорит о том, что это множественное число. То есть это действие сделает несколько, ну человек тут нельзя сказать, несколько существ. Поэтому сейчас пока вот мы только занимаемся тем, что мы понимаем смысл предложений и отвечаем на вопросы. Итак, пожалуйста, Эстер, ты прочитала, да? Хэмти, Любы, да, это мы все перевели. И что у нас? Аноним, эхэлю литкабец. То есть Анон, это облако, здесь было много облаков, которые начали соединяться друг с другом, литкабец, ба шамаем. Они стали одним большим-большим облаком, которое потом превратилось в тучу, вероятно. Сейчас мы прочитаем дальше. Пожалуйста, Матвей, номер пять строчка. Матвей, номер два. Что можно тебе, ты, Матвей, хотел спросить? Да я маме просто. А, маме, мама, мама, надо ее вызвать к бабушке, вернее, как родителей маминых надо вызвать. Она что-то детям своим там сильно вмешивается, мешает. Итак, мы с Матвеем прочитали. Посмотрите, вот у нас есть парпар, и они все спрятались под листиками цветка какого-то. И что посоветовал бабочка, что посоветовала? И циапарпар, он посоветовал, что делать? На уф миперах леперах. Как ты думаешь, Матвей, что же тут сделали? Что надо сделать, чтобы спрятаться от дождя? Ну, не знаю. Так как бабочка летает, она сказала, давайте мы полетим от цветка к цветку, да, потому что цветы, они небольшие по росту, и над ними есть еще кустики, над ними есть еще деревья, и там не так много дождя идет. И так предложил Матылёк, пусть будет называться не бабочка, мы его назовем, а Матылёк, чтобы это было в мужском роде. Матылёк посоветовал, и циапар, или предложил, давайте, боу, на уф мы полетим, ми перах леперах. Это решение проблемы, которое предложено от Матылёка. Дальше, пожалуйста, читает Ника. Несов, Ника, стоят под руссками, посмотри, когда стоят точки, это звуки Э. Ше неесов. Цур, оцов, винахин, лану, дваш, маток, амра, адвора. Ура, лё, мутав, ше неесов, цув, каждое слово, я думаю, вам не очень знакомо, поэтому мы сначала поговорим о словах. Итак, слово дваш мы уже читали в словарях, когда у нас была буква Далит. Два шматок – это сладкий мёд. Цув – это сладкий сок, который в цветах внутри, и из него пчёлы делают потом мёд. И поэтому пчела, это ещё пока не пошёл дождь, оказывается, там рисунок, это дождь уже идёт, а они просто ищут, что себе делать, чтобы не было мыша амэмлаем. Да, они, Парпар предложил просто летать от цветка к цветку, а бабушка, бабочка, извините, двора, пчёлка предложила. Она сказала, лё, нет, лучше, чтобы мы неесов собирали, цув, сладкий сок, ве нахин, и сделали лану, и сделали нам сладкий мёд, сказала двора. Теперь, пожалуйста, Влад, ты читаешь следующее предложение. Так как их три друга, то теперь уже третий друг говорит. Ли ешь, у меня есть район ахэр, ле гамры, у меня есть идея совершенно другая, сказал хатуль, то есть сказал кот. Хорошо, теперь, пожалуйста, Даниил, ты читаешь? Ма ата ма циа шааля парпар. Ма ата ма циа шааля парпар. Что это они спросили? Ма ата ма циа. Что ты нашёл? Нет, что ты советуешь? Если бы было нашёл, то было бы алиф. Или что ты предлагаешь? Ма ата ма циа. Это ле циа с айном, это совет или предложение какое-то. То есть каждый высказал свою идею, а кот сказал, что у меня совершенно другое, абсолютно другая идея. И парпар его спросил, что же ты предлагаешь? Пожалуйста, Даниил, прочитай ещё одно предложение. Итак, у кота предложение шейнистатэр, чтобы мы спрятались или исчезли куда-нибудь. Маэр очень быстро из-за того, что сейчас пойдёт дождь перед дождём. Подождите, мифней а гэшем. Нистатэр, чтобы мы спрятались быстренько перед дождём. Ки одмеат, потому что вот сейчас, совсем через малое время, нэротэв ле гамры, мы вымокнем абсолютно. Нэротэв ле гамры, абсолютно вымокнем. Итак, спасибо, Даниил. Но тут, я думаю, может быть, Илья справится. Тут длинное предложение, но мы будем читать частями. Пожалуйста, Илья. Даниил, что ты хочешь спросить? Я, прости, что Даниил? А можно я прочитаю? Ты прочитаешь чуть-чуть попозже, ладно? Каждый понемножку, иначе всем будет скучно. Мы же амэмляем. Пожалуйста, Илья, прочитай. Амэр гэхатул пэн шлошат, шлошет, а-е-дидим, а-к-та-ним, гид ха-б-у, ми-та-хат. Ле гадоль. Очень хорошо, Илья. Подожди, подожди. Ты прочитал довольно-таки много, поэтому мы немножко вернемся к началу, чтобы поняли все, что же сказал кот. Амэр гэхатул, сказал кот. Что он сказал? Шэнистатэр, что мы быстренько давайте-ка отсюда спрячемся, потому что вот пойдет дождь. Это он сказал. И шлошет, а-е-дидим, и трое друзей, маленьких друзей, и тхаб-у, митахат ле а-ле гадоль. И они спрятались. Есть такая игра. Пряталки. Это пряталки. И все друзья спрятались, митахат, под а-ле гадоль, под большим листом. И, Матвей, пожалуйста, прочитай дальше, после запятой. Я? Да, второй Матвей. А, хорошо. Не номер два, а другой. Номер семь, который. Да, 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 номер семь, да. Извините. Адже Авар. Адже Авар. Ахаматар. Вахашемеш. Шава. Шава. Вахиха. Лейхэм. Аллейхэм. Аллейхэм. Итак, это продолжение все одного же предложения, которое началось на строчке номер десять и продолжается дальше. И это предложение заканчивается тем, что они спрятались под большим листом. Адже Авар Аматар. До тех пор, пока прошел дождь, смотрите, слово Матар, это тоже Гешем, но очень сильный дождь. Матар. Для сильного дождя есть отдельное слово Матар. Когда прошел этот сильный дождь, вэашэмеш шава, и солнце вернулась, вэхейха аллейхэм, и улыбнулась им. Кому им? Нашим трём друзьям. Вот теперь, Даниил, если ты хочешь с десятой строчки до самого конца, прочитай нам подряд правильно и с выражением. Пожалуйста. Шренистатэр маэр мипнея гагэшэм, ки от маэт нератэв легамрей. Амар рэхатуль. Вэшлюшат га яладдим, ой, геддима. Геддим, актаним, гид хабэу, метахат, лэ але гадоль, ад шавар гаматар, вэ шэмеш шава, вэ хияха аллейхэм. Аллейхэм. Шэмеш шава, вэ хияха. Вернулась и улыбнулась. Хорошо, вот мы с вами прочитали весь этот рассказ, и теперь есть вопросы. Эстер, прочитай, пожалуйста, первый вопрос. Мэээн адмуют бэ сипур. Масипур. Как же мы так же самое, у нас был такой вопрос, Эстер. Ты запомнила, как его нужно понять, перевести? Попробуй. Да. Пожалуйста. Кто были главные герои в рассказе? Не обязательно главные, просто герои. Какие, ты думаешь, там были герои или действующие лица, или персонажи? Катуль, Парпар и Двора. И Двора. Ну, можно еще, например, сказать, что гэшэм, нет? Ну, это так, как бы мое дополнение. На самом деле-то, ну, гэшэм, ветер, это ни солнце, ни ветер, ни дождь не могут быть героями, да? Если не про них рассказано именно. А герои, это да. Парпар, Двора, Вэ, Хатуль. Отлично. Дальше теперь еще прочитай, Эстер. Май циа апарпар на сот. На сот. Слово и циа мы переводили. Как перевести весь вопрос? Что предложила бабочка? Да. Делать. На сот. Что предложила делать бабочка, чтобы им было лём и шаамэм, да? Нет. Прыгать с цветка на цветок. Летать от цветка до цветка. Итак, теперь Матвей читает третий вопрос. Матвей номер два. Матвей, ты меня слышишь? Да. Пожалуйста, прочитай третий вопрос. На от сиа, от двора ля осот. На сиа, двора ля осот. Ма двора, Хоршевит, шайки дай ля осот. Она подумала, что надо сок из, да, пить сок и делать мёд. Правда? Ну, там мы не будем возвращаться, чтобы прочитать. Прочитай ещё один вопрос. Посмотрите, вот написано шура, миспаршмоны. Одну минуточку. Даниил, посмотри. Шура, миспаршмоны. Видишь? То есть эти обозначения относятся к строчкам. Но ты молодец, что нашёл и другое название. Пожалуйста, Матвей, извини, я тебя перебила. Ма я район шэль ахатул. Эхатуль. Эхатуль. Скажи, пожалуйста, запомнил ли ты, Матвей, вот это значение? Район ахер легамрей. Район. Это вроде бы, ну, у меня есть другое мнение. Да, это если смысл. А тут, то есть у меня совершенно, легамра, это совершенно другая идея. Район, да? И вот ты правильно перевёл смысловое. И ма а район шэль ахатуль. Что он там сказал? Что надо спрятаться, да? Ну, мы не будем отвечать и искать. Нам главное сейчас, чтобы мы поняли задание. А уже кто захочет его выполнять, это уже каждый сам. Иначе мы не продвинемся по этому учебнику. Мы идём не очень так, ну, быстро. Ника, пожалуйста, прочитай, какой у нас следующий вопрос. Спасибо, Ника, молодец, прочитано правильно. Эй-зо отца-а, какая именно идея, то есть какое предложение, какой совет или предложение. Ай-та, а-то, ва-ба-ю-тер. Посмотрите, то-ва-ба-ю-тер это самое лучшее. То-в это хорошо, а то-в-ба-ю-тер, и так как это отца-а, слово женского рода, то и вот это вот предлог, не предлог, а прилагательное, тоже в женском роде. Отца-а, а-то, ва-ба-ю-тер. То есть самая лучшая идея или предложение, по вашему мнению. Ле-да-атхэм. Ника, ты хочешь что-то спросить? У меня день рождения через 8 дней. Ну, у нас еще будет занятие через 7 дней, и мы тебя поздравим, договорились? Хорошо. Хорошо. Запомните, дети, что надо Нику поздравить, у нее день рождения, она нам расскажет, сколько ей лет. Итак, посмотрите на слово ле-да-атхэм. Есть тут слово де-а, де-а это мнение, по вашему мнению. Какое самое лучшее предложение? И объясните Асбиру, объясните, почему вы думаете, что это самое лучшее предложение. Итак, у нас теперь есть еще вопросы, у нас есть буквально две минутки. Мы сейчас чуть-чуть прочитаем. Влад, пожалуйста, прочитай вопрос номер 6. А, ма-а-с, мэ, 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 а, нет, извини, ма-с, ма-с. Мазий-ну, э-с-х-у- kysха-ни-с-ь, па-ти-с-ь, па-ит-с-ь, па-ит-с-х-ь-ин, л-пи-с-ь, а-ц-а-в. Хорошо, вот это важное предложение, и мы сейчас успеем чуть-чуть про него поговорить. Масперу, то есть поставьте, пронумеруйте от слова миспар, посмотрите, вот если я так сделаю, это слово миспар, это число или номер, а нам нужно масперу, то есть пронумеруйте, поставьте правильные числа рядом с каждым предложением. С каждым предложением, в соответствии с правильной последовательностью. Рецеф это какая-то цепь событий или какая-то последовательность. Вот вы, например, когда приходите на Тахану Мерказит, и там рецеф, рецеф, то есть все остановки называются рецеф, номер один, номер два, номер три. Вот они вот в такой самой цепочке, и у каждого есть номер. И вот тут нам нужно пронумеровать, что за чем идет следом на хон, в правильной последовательности. Но мы, конечно, не будем сейчас это делать, если что, на следующем уроке. А сейчас наше время осталось для того только, чтобы я прочитала последнее сома. Митху кав бэйн милим нирдафот. А вот мила нирдефит – это то слово, которое близкое по значению, имеет одно и то же значение. Помните, в прошлом тексте у нас было, надо было мила афуха, а теперь мила нирдефит. У нас было слово радав, то есть бежать следом. Мила нирдефит – то есть слово, которое бежит следом за тем словом, которое у нас тут написано. И нам нужно их найти. Вот, например, слово бешем и слово матар. У них одинаковое значение, и они бы тут были соединены. Что ты хочешь спросить, Даниил? Нирдефит – это погоня по исследованию. Да, следовать за кем-то, правильно. И вот нам и нужно, что одно слово следует за другим, потому что у него одно и то же значение. Какие-то нюансы в зависимости от предложения самого, а значение слова одинаковое. Что такое дождь, что такое матар – это когда течет вода или как бы брызгает вот такими струйками. Вот это и есть дождь. А когда это очень густые струйки, то это уже матар. Вот вам одинаковое значение, но разные мощности, так скажем. Итак, наше занятие закончилось. Спасибо. Мы хорошо работали сегодня. Два полностью, два рассказа мы прочитали. Или три, два, два, два рассказа и все разобрали задание. Если у вас есть такой учебник и делаете упражнения, если нет, я вам советую где-то этот учебник раздобыть, купить и с ним заниматься. Потому что это возможность расширить словарный запас и научиться понимать смысл предложений и текстов. На этом мы заканчиваем. До свидания. Следующее занятие у нас будет аж в Йомшене. В понедельник это будут словари. Всех приглашаю. Всем вам будет полезно. Пока. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо.